Матрикс Фиделио Работы инерционного тела И нагнетающей пружины У компании Кхан Есть еще одно ружье Более дешевый вариант Называется Винатор Там обычный затвор Запирается клином На хвостовик ствола Здесь тоже хвостовик на стволе Муфта И запор На поворотную личину затвора Здесь у нас Сейчас включен Вкручен Полный чок Фото стрельнуть Различными патронами Потому как Ружье априори Очень неприхотливо Боеприпасу И работает Буквально Все что туда суют На том и стреляет Такс Здесь у нас Несколько патрончиков Для начала Это Таха Олимп Классик Дробь номер 7 И здесь у нас 24 грамма Для полуавтомата 24 грамма Это экстремально Малая навеска Работает без проблем Перезарядка Отличная Затвор На затворной задержке Дальше Олимп Дробь номер 9 28 грамм Навеска более тяжелая Относительно Предыдущего патрона Супер Дальше Шостка Патроны Скажем так Мало приспособлены Для использования В полуавтоматических Ружьях У них Плохая гильза Свой капсуль Грязный порох Ну в общем Так себе Патрончик Дробь номер 7 И здесь Если я не ошибаюсь Веска В 20 Нет 32 грамма Дробь номер 5 Средний бабушки Сейчас пойду поставлю Продолжить Следующая часть Марлезонского балета СТС Турецкий патрон 32 грамма Дробь номер 5 Его еще называют Бугатти Очень быстрый патрон Очень быстрый заряд Он По заявлению Производителя 500 чем-то там Метров в секунду И очень кучненький Опять под мишенник упал Очень кучненький Дальше интересней Это Таховская Картечь 6.5 Без проблем Дальше Дальше у нас Яв Тоже турецкий патрон Обычная дробь 9 миллиметров 8.5 Звонка Звонка И Десерт Заряд Варвар Я не знаю Варвар Был на канале Это Пуля шар Плюс Три картечины 9 миллиметров Варвар Ну вот Собственно говоря Все предложенные Боеприпасы Ружье Потребляет Очень запросто Здесь у нас Вкручена Еще раз говорю Одна риска То есть Полный чок И Патроны Которые Контейнерные В частности Охотничьи патроны Тот же самый Бугатти Видно на мишень Кладет осыпь Очень-очень Кучно Прям так Здесь порядка 30 метров И видно Что Разлета Снопа Дроби Просто нет Ну и ко всему прочему Еще и патрон Быстрый Мишенье Все что мы сегодня Настреляли Здесь всякие Всякие номера Дроби Считать бесполезно Все очень кучненько И единственное Что для Я старался Брать Немножко пониже Вот они Картечины Вот он шар Собственно говоря Пуля Вот он второй шар И Картечка Которая была Вместе с шаром Ну вернее С варваром И Которая была Отдельно Все здесь Все очень кучно И от Особо быстрых Патронов Тот же самый Бугатти Та же самая Шостка Ну подмешенник Просто падает Потому что Кинетика Энергия приходит В коробку Такая сумасшедшая Очень кучное Ружье Очень всеядное Ружье И Ружье очень Чистое В том смысле Что Затворная Группа Да Она предполагает Именно Очень легкую Чистку Самого ружья Здесь нету Никаких газоотводных Механизмов И прочего Прочего То есть по сути Засаляется Это канал ствола Это понятно И Поворотная Личина затвора Немножко ствольная Коробка Все зависит от Порохов И Что Очень удобно В использовании В эксплуатации Ввиду отсутствия Всяких Газоотводных Механизмов У нас под стволом Только один магазин И соответственно Цевье Тонкое Компактное Ухватистое Перехватистое Можно вперед Можно назад Ну все как удобно Стрелку Единственное По ружью Проблема Которая Его родовая проблема Это для большинства Стрелков Неправильный Отвод И увод Приклада Ну как правило Это сказывается На том Что неправильно Вкладывается То есть Мушка получается Чрезвычайно выше И ружье от этого Высит И Многие Жалуются На то Что спусковой Ключок Немножко Далековато От полупистолетной Рукоятки Но опять таки Это Дело привычки Дело вкладки И дело Анатомии Каждого Но Проставка Между коробкой И прикладом Здесь Изготовлена Специально Для этого Ружья Для того Чтобы организовать Правильный Увод и отвод Приклада Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова